Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 3 декабря. Житие преподобного Отца нашего Иоанна Молчальника. Молчаливый, молчальниками или безмолвниками назывались преподобные мужи, давшие и исполнившие обет добровольного безмолвия. И строгих хранителей безмолвия, кроме преподобного Иоанна, известен еще преподобный Исихий, основатель афонского скита Исихитов, безмолвствовавший в течение 12 лет. Молчаливый, неумолкающих похвал достойный, святой и преподобный отец наш Иоанн. Иоанн. Родился в Никополе Армянском от отца Янкрати и матери Ефимии. 4 год царствования благочестивого императора Маркиана. 8 день января и был просвещен святым крещением. Маркиан, восточно-римский император, царствовал 450 по 457 год. Следовательно, Иоанн родился в 454 году. Родители Иоанна были благоверные христиане и по своему богатству и значению славились во всей Армении. Отец его был воеводой и имел большую власть у царя, так как пользовался его полным благоволением. Сыном, столь славного отца, был блаженный Иоанн. Это сказано не для того, чтобы прославлять и похвалять Иоанна за знатность, ибо святые прославляются за добродетеля, а не за знатность. Но дабы известно было, от какой славы и до какого смирения дошел угодник Божий. Иоанн был воспитан своими братьями в добрых примерах и вполне усвоил в себе божественное писание. Он был еще юн, когда родители его отошли ко Господу, оставив детям своим много имения. Когда это имение было разделено между братьями, блаженный Иоанн на свою часть построил в городе Никополе церковь своими пречистой и преблагословенной Девы Марии. Отказавшись затем от мира, он в 18-й год жизни своей принял иноческий образ и жил при этой церкви с другими десятью иноками, подвязаясь к подвигам добрым. В течение всей юности своей он прилагал великое старание, чтобы плоть поработить духу, не быть рабом чрева и не дозволить страстям, особенно гордости, обладать собой. И был он мужем дивным в добродетелях, добрым и искусным наставником и игуменом своим братьям. Когда Иоанну минуло 28 лет, скончался епископ города Колонийского. Граждане отправились к митрополиту Севастийскому и просили его о поставлении нового епископа. Во время избрания лица, которое было бы достойно этого сана, у всех на устах было имя Иоанна, игумена Никопольского монастыря, как достойного занять престол в Колонийской церкви. Иоанн, знавшие великое его смирение, полагали, что он не пожелает принять епископский сан. Поэтому митрополит послал за ним под предлогом некоего церковного дела. И когда святой пришел, то убедил его быть епископом. Тогда его посвятили и возвели на престол в Колонийской церкви. Приняв церковное правление, Иоанн не изменил своего иноческого правила и подвигов. Так он никогда не входил в баню и даже не омывал тело своего из опасения, чтобы не только кто из посторонних не видел наготы тела его, но даже чтобы и самому не видеть себя когда-либо нагим. Он помнил наготу Адамову. Благоугождать Богу постом, молитвами, чистотой телесной и душевной, очищать все свои помышления, смирять себе всякую гордость, противящуюся разуму Божию, и отдавать разум в послушании Христу. Вот в чем заключались все попечения Иоанна. Так добродетельно живя, он был и для других примером доброго жития. Взирая на него и прочие, справлялись и начинали жить добродетельно. В числе таких был Пергамий, брат его по плоти, муж славный, находившийся в большом почете у царя Зенона. Так же и Анастасия, царствовавшийся после Зенона. Анастасия Истиньян Великий, царствовавшийся в 527-565-й, Зенон 474-491, Анастасия 491-527. Видя, что брат его блаженный Иоанн живет свято, Пергамий умилялся душой и прилагал великое старание, чтобы угодить Богу. Так же и племяннику Иоанна Феодору, который впоследствии был в великом почете у благочестивого царя Истиньяна, послужила на пользу ангела подобное житие дяди его. Феодор со всеми домашними своими жил Богу угодно, и был так добродетелен, что и сам царь и бояре делились честному житию и его и разуму, правой вере и милосердию. Во всем этом Феодор успел, имея пример непорочного жития в блаженном дяде своем Иоанне. В 10-й год уже и епископствовал божественный и богоносный отец Иоанн, управляя ко благу церковью Христовую, когда правителем Армении взялся муж сестры его Марии по имени Пасимик. По наущении беса он начал смущать веренную Иоанну церковь и причинять ей зло, а блаженному огорчение. Вмешиваясь в церковные дела, он силой извлекал из храмов тех, кто искал там защиты от наказания, и не дозволял служителям и строителям церкви заботиться о церковных делах. Много раз блаженный Иоанн со смирением просил его не входить в церковные дела и не причинять церкви зла и насилия. Но правитель оставался неумолимым и не исправлялся. Подшествие же из мира сестры блаженного стал поступать еще хуже. Глубоко болея сердцем о причиняемом церкви зле, святой вынужден был отправиться в Царьград к царю Зенону, и здесь нашел себе поддержку в архиепископе царьградском Эфимии, патриарх Константинопольский, в 490 по 496 год, который своим ходатайством помогал ему у царя. Видя суету и мятеж мира этого, блаженный Иоанн замыслил, оставив епископство и удалившись во святой град Юрусалим, в безмолвии трудиться для Бога. Совершив божественную службу, он отпустил бывших с ним пресвятеров и клириков, а сам тайно от всех удалился на берег моря, сел на корабль и отплыл во святой град Юрусалим. Придя в первую больницу святого города, при которой был молитвенный дом во имя святого великомученика Георгия, он пребывал здесь некоторое время под видом нищего. При виде суеты народной Иоанн сильно скорбел, желал безмолвного места и со слезами молил Бога, да покажет ему место безмятежное, располагающее и удобное ко спасению. Однажды ночью во время усердной об этом молитве взглянул он вверх и увидел внезапно явившуюся к пресветлую звезду наподобие креста. Она приближалась к нему, и от сияния звездного услышал он голос, «Если хочешь спастись, следуй за этим сиянием». Преподобный тотчас радостно пошел и был приведен звездою в великую лавру преподобного и богоносного отца нашего Саввы на тридцатьдеятом году жизни своей в бытность в Солюске с патриархом Иерусалимским. 486-494 годы. Иоанн обрел преподобного Савву во главе 140 братьев-пустыножителей, пребывавших в великой нищете телесной, но во многом богатстве душевном. И принял преподобный Савва блаженного Иоанна и поручил эконому возложить на него монастырские труды, не ведая, какое сокровище божественной благодати скрывалось в Иоанне. Хотя святой Савва и обладал даром прозорливости, но бог утаил от него тайну, что Иоанн епископ, что он оставил для бога свою епископию и пришел к нему как простой человек. Пусть никто не дивится тому, что и прозорливые не всегда провидят, ибо они провидят и пророчествуют лишь то, что Бог им открывает, а чего не открывает, о том и не ведает. Поэтому и пророк Елисей сказал слуге своему Асанамитянке, «Оставь ее, ибо душа в ней болезнует в ней, а Господь сокрыл от меня и не возвестил мне о том». Принятый в Лавру Иоанн с полной покорностью и усердием исполнял, назначая моему эконому, различные послушания. В то время создавался в Лавре странно приимный дом, и блаженный Иоанн был приставлен служить работавшим. Он варил им пищу, носил одежду, подавал камни и принимал участие во всех работах, производившихся в здании. Через два года после прибытия в Лавру Иоанну было поручено принимать странников. И здесь со смирением, кротостью и любовью послужил он ближним. Потом преподобный Савва начал создать киновию для поступающих выночества, дабы те, кои желают отречься мира, сначала наставлялись в киновии, а потом уже принимались в Лавру. Киновия – это от греческих общий и жизнь. Называются общежительные монастыри, в которых братья не только стол, но и одежды и тому подобное получают от монастыря по распоряжению настоятеля. А со своей стороны весь свой труд и его плоды предоставляют обязательно на общую потребу монастыря. Жизнь в этих монастырях не так трудна, как жизнь в пустыне, связанная с полным отречением от всяких удобств. «Как плоду предшествует свет», – говорил святой, «как жизни пустыны должна предшествовать жизнь киновийская. Пусть поступающий процветет, как дерево посаженное, начатками трудов к киновии, а плоды совершенных подвигов принесет в лавре». Лава преподобного была в пустыне. Киновия ближе к миру, и когда созидалось, то блаженный Иоанн опять был приставлен служить в переработах. Тогда две службы одновременно нес преподобный трудолюбец. Странником служил в странно приемном доме, а строителем Киновии носил на плечах свои хлебы и различные яства. Киновия же отстояла от странно приемного дома более чем на 10 стадий. Стадия – это мера длины у греков, равняющаяся приблизительно 88 нашим сажениям. Когда в такой службе он потрудился один год, добре послужил братье, преподобный Савва дал ему келью для безмолвия. В ней блаженный Иоанн прожил три года. Пять дней в неделю он пребывал в келье без выхода, ничего не вкушал в эти дни и никому не показывался, только с одним богом имея общение. Субботу и воскресенье раньше всех приходил в церковь и стоял со страхом и умилением. Потоки слез непрестанно исходили из очей его во время божественной службы. И вся братья дивилась такому в нем дару слез. Те два дня он принимал и пищу с братьями. Через три года блаженный Иоанн был поставлен экономом, трудами и служением ее при благословении Божьем. Благосостояние лавры весьма умножилось, ибо Бог во всем споспешествовал ему. Видя, что Иоанн исполнил ко благу службу эконома, преподобный Савва пожелал поставить его во пресвитера, как инока достойного и достигшего совершенства. Он отправился с ним во Святой Град Иерусалим, рассказал патриарху Ильи, преемнику Солюстия, о добродетельном житии Иоанна, и просил рукоположить Иоанна во пресвитера. Патриарх Илья, патриарша 494-517 года. Патриарх призвал Иоанна в церковь и хотел рукоположить. Видя, что ему нельзя избежать всего, Иоанн сказал святому патриарху, «Пристеснейший, отче, есть у меня некая тайна, речь тайная к твоей святыне. Повели мне наедине переговорить с тобою. Если признаешь меня достойным станом пресвитера, то отказываться не буду». Когда же патриарх отошел с ним в сторону, преподобный Иоанн поверг со стопам богоугодного Ильи, заклиная его, да не поведает никому тех слов, которые он будет ему говорить. Патриарх обещал хранить тайну, Иоанн сказал, «Отче, я был епископом колонийским. По множеству грехов моих оставил я епископ и бежал, и, будучи крепок телом, осудил себя на служение братьям, дабы их молитвы помогли немощной душе моей». Ужаснулся патриарх Илья, услышав это, призвал преподобного Саву и сказал, «Иоанн поведал мне о сокровенных делах своих, которые препятствуют ему быть пресвитером. Пусть отныне он безмолвствует, и никто да не докучает ему». Так сказал патриарх и отпустил обоих. Весьма опечалился преподобный Сава. Удалившись от великой лавры своей за тридцать стадий в некоторую пещеру, он повергся на землю перед Богом и со слезами ей говорил, «За что, Господи, презирел ты меня, утаив от меня жизнь Иоанна? Обманулся я, считая его достойным сана пресвитера. Открой мне о нем, хотя ныне, Господи, прискорбна есть душа моя даже до смерти. Неужели сосуд, который считал я избранным, святым, потребным и достойным принять в себя мира, перед твоим величием и непотребен и недостоин?» Так всю ночь со слезами молился преподобный Сава. Тогда явился ему ангел Божий и сказал, «Иоанн есть не непотребный, а избранный сосуд, но он епископ и не может быть поставлен в пресвитера». Так сказал ангел и стал невидим. А преподобный Сава радостно поспешил к Иоанну, с келью обнял его и сказал, «О, Те, Иоанн, ты утаил предо мной, какой в тебе дар Божий!» «Но Бог открыл мне его». «Корблю об этом, отче», — отвечал Иоанн. «Я желал, чтобы никто не знал тайны сей, но вы узнали ее. Не могу жить в этой стране». Сава поклялся Иоанну, что никому не поведает его тайны. С того времени блаженный Иоанн начал безмолвствовать, пребывая в келье. Он не выходил даже в церковь, ни с кем не беседовал, и к нему не входил никто, кроме одного служившего ему послушника. Однажды только в праздник Причистой Богородицы, преснодевы Марии, во имя коей была освящена Лаврская церковь, когда прибыл в Лавру на праздник патриарх Илья, Иоанн вышел из кельиса и поклонился патриарху. Патриарх любил Иоанна и весьма почитал его за смирение. Четыре года безмолвствовал Иоанн. Потом преподобный отец Сава отправился в страну, в Скифопольскую, и замедлил там. А блаженный Иоанн, стремясь к уединенющему пустынному житию, удалился на 50-м году от рождения своего в пустыне, называемой Рува, и провел в ней 9 лет, питаясь травой, которая растет в той пустыне, и зовется Мелагрия. В первое время в своей пустынной жизни, собирая однажды эту траву на пищу себе, Иоанн заблудился в дебрях и стремнинах, не нашел в убежище своего, и в изнеможении от ходьбы упал едва живым. Но внезапно невидимые Божьи силы, как некогда пророк Аввакум, был восхищен и поставлен в убежище своем. Со временем преподобный исследовал пути твой пустыни, узнал, что расстояние от убежища его до того места, где он заблудился, составляло 5 поприщ. Поприща немного более нашей версты. После того пришел к нему один брат и прожил с ним немного времени. Приближался праздник Пасхи и сказал брат царцу, «Отче, пойдем в Лавру, отпразднуем там день Пасхи и потом возвратимся. Такой великий праздник, а у нас здесь нечего есть, кроме сих Мелагрий». А Мелагрия – это малоизвестное пустынное растение Палестины, горьковатого вкуса. Святой Иоанн не хотел идти, потому что преподобный Става еще не возвратился в Лавру из стран скифопольских. И на зон брат ответил, «Брат, нам не должно уходить отсюда. Будем веровать, что тот, кто в течение 40 лет питал в пустыне 600 тысяч народа израильского, и нам здесь нас попитает, и в праздник Пасхи пошлет нам не только необходимое, но и изобильное. В Писании сказано, «Я не оставлю тебя и не покину». Или в Евангелии не заботитесь, говорит, что есть или что пить, ибо знает Отец ваш Небесный, что и вы во всем том имеете нужду, а ищите прежде всего Царствие Божие правды и его, и все сие приложится вам терпи чадо, и шествуй путем скорбей. Покой и телесные ослабления в мире всем рождают вечную казнь, а умершление тела готовит покой бесконечный. Не послушал брат этих увещаний преподобного, оставил его и ушел в лавру. По его уходе явился к преподобному некий человек, совершенно неизвестный ему. Осел его был навьючен многим добром, были здесь хлебы чистые и теплые, вино и лей, сыры и свежие яйца и ведро меда. Все это пришедший человек положил перед Иоанном и тотчас удалился. Видя всем Божие посещение, преподобный радостно благодарил Бога. Брат же, ушедший в лавру, сбился с дороги, три дня блуждал по пустыне и непроходимым местам, весьма устал и голодный, и жаждущий в изнеможении о трудной ходьбе едва мог найти снова убежище преподобного. Удивился он обилию брашен и пяти неспосанных от Бога на праздник преподобному, стыдясь своего маловерия, не смея смотреть в глаза святому старцу, он упал к ногам его и просил прощения. Святой просил и сказал, убедись, брат, что Бог может уготовать трапезы в пустыне рабам своим. В то время Алламундар, вождь староцинский, подвластной Персией вторгся в Аравию и Палестину с великим ожесточением, нападая на жителей и захватывая их в плен. Множество варваров растеяло суда по пустыне, где пребывал Иоанн, и прошла весть по монастырям, чтобы были готовы встретить нашествие варваров. Отцы Великой Лавры дали знать о варварах Иоанну Молчальнику и советовали ему возвращаться в Лавру и пребывать в его келье. Но блаженный Иоанн, хотя отчасти и боялся варваров, все же не хотел оставить безмолвного своего пребывания в пустыне. Он говорил себе «Господь защитник жизни моей, кого устрашусь? Если же Господь не защитит меня и не заботится обо мне, то зачем мне и жить?» И в таком уповании на помощь Ваше Он остался на месте Своем без колебания. Бог же, текущийся всегда о рабах своих и сохраняющих во всех путях их, пожелал и этого угодника Божия соблюсти здравым и невредимым и послал ему сторожем льва великого и страшного, который неотступно днем и ночью стерег его и сколько раз варвары не нападали на святого, всегда этот лев с великой яростью устремлялся на них, поражал и обращал в бегство. А блаженный Иоанн благодарил Бога, что не оставит Господь жест за грешников над жребием праведных. Когда преподобный Сава возвратился в лавру свою, то пришел к блаженному Иоанну в пустыне и сказал ему «Вот Господь сохранил тебя от нашествия варваров, дав тебе видимого стража, но все же ты должен поступить, как и другие люди, собирайся и беги, как и прочие отцы пустынные сделали». Много и другого говорил Иоанну в увещании преподобный и убедил его оставить в пустыне. Приведя его в великую лавру, он дал ему келью, и снова блаженный Иоанн стал жить в лавре на 56-м году от рождения своего. Кроме святейшего патриарха Ильи и преподобного Савы, никто не знал тайны Иоанна, что он епископ, а те скрывали ее. Но прошло много времени, и Бог благоволил открыть о том всем братьям. Произошло это так. Прибыл из страны ассийской некий муж имени Еферий, почтенный саном архиепископа, поклонившись животворящему древу креста Господень и святым местам и раздав много золота нищим и монастырям, он решил возвратиться в отечество свое, оставил святой город и сел на корабль. После недолгого плавания поднялся в море противный ветер, принудивший Еферий вернуться в Аскалон. Пробыв здесь два дня, он хотел снова начать плавание, но ангел Господень явился ему во сне и сказал, прежде чем поплывешь в отечество свое, ты должен возвратиться в лавру Авы-Саввы, там найдешь Аву-Иоанна Молчальника, мужа праведного и добродетельного епископа, для Бога все оставившего и смирившего себя добровольно нищетой и послушанием. Пробудившись, в Ефере возвратился в Иерусалим, пришел в лавру преподобного Саввы и спросил об Иоанне-молчальнике, ему указали келью Иоанна, он вошел и пробыл у него два дня, моляя его и заклиная именем Божьим открыть ему о своем роде отечестве и епископстве. Усматривая в этом волю Божию, Иоанн рассказал все подробно. С того времени стало известно всей лавре, что Иоанн молчальник, епископ, и все весьма удивились великому смирению его. В 70-й год жизни Иоанна преподобный Савва представился в 532 году, в 5-й день декабря преподобный и богоносный отец Савва отошел ко Господу. Не пришлось Иоанну быть при разлучении души от тела Савва преподобного, и он весьма скорбел о том духом и плакал. Но преподобный Савва явился ему в видении и сказал, не скорби об отшествии моем отче Иоанне, если телесно я и разлучен с тобой, то духом с тобою пребываю. Иоанн сказал ему, моли Господа отче, да возьмет и меня с тобою. Ныне сего быть не может, отвечал Савва, ибо великое испытание ожидает Лавру. Богу же угодно, чтобы ты послужил в укреплении к укреплению тех, кто за благочестивую веру будет стоять против еретиков. Это видение и беседа с преподобным Саввою исполнили духовной радостью блаженного Иоанна, сердце же его скорбело о предстоящем испытании. Потом явилось у него желание видеть, как душа разлучается с телом. И когда он молился о том Богу, был восхищенным он святой Вифлеем, это город, в котором родился Иисус Христос, и видел представление жившего при тамочной церкви странника, душу которого ангелы сладким пением возносили к небу. Видел это блаженный Иоанн умственными очами. Тотчас отправился он Вифлеем и нашел тело представившегося мужа, лежащего при церкви, как было открыто ему в видении. Муж этот представился в тот час, в который Иоанн, сидя в теле, видел душу ее, возносимую ангелами, с песнопением к небу. С любовью обняв тело и облобызав, Иоанн похоронил его на том же месте и возвратился в теле свою. Два ученика блаженного Иоанна, Феодор и Иоанн, поведали монаху Кириллу описавшему житие его следующее. По представлению преподобного Саввы мы были посланы отцом нашим с одним поручением в Ливиаду. По переходе через Иордан встретили нас некие люди и сказали «Берегитесь впереди вас лев». Мы же помыслили «Силен Бог сохранить нас молитвами отца нашего, по повелению которого путешествуем». Так мы сказали и пошли дальше. Вдруг увидели мы страшного льва, который шел навстречу. Устрашились мы, оставила нас сила наша, так что бежать мы не могли, были как бы мертвы. И вот внезапно явился между нами отец наш преподобный Иоанн, повелевая нам не бояться. Тогда лев, как бы прогнанный ударом бича, бежал от нас, а отец стал невидим. Отдохнув, мы двинулись в путь невредимые. Испомнив повеленное нам послушание, мы возвратились к отцу. И он при встрече сказал, видите, чадо, что я оказался в послушании с вами, да и здесь усердно молил Бога о вас, и он сотворил с вами милость. Вот что еще поведал Кириллу один ученик Иоанна. Этот великий воздержник много лет питался одним-таки хлебом, вместо же соли обыкновенно употреблял пепел, и с пеплом ел хлеб свой. Однажды забыл он и увидел, как Иоанн ел хлеб с пеплом. Опечалился старец, что видели такое пощение его, ученик же, желая утешить его, сказал, не ты один делаешь так очень, но и многие отцы этой лавры исполняют слово Писания, пепел едят как хлеб, и этим утешил старца. В то время возникла ересь Оригена, многие прельщались ей и смущали церковь Божия, а иные твердо противились ереси, оставил безмолвие, и слово муж своих как мечом поражал еретиков, посекая и истребляя хульные учения Оригена. Об этом-то испытании долженство вашим постичь лавру, и было предсказано Иоанну преподобным Савваю в видении, ибо немалое гонение от еретиков было на лавру, так что даже многие из отцов подвижников, заразившись еретическими учениями, впадали в сомнения и колебались умом. Вот ради чего благоизволил Бог, чтобы Иоанн здравствовал в лавре той к утешению малодушных и укреплению немощных. В то время пришел к нему из Скифопольского округа Кирилл, который впоследствии описал житие его. Кирилл повествует об этом самом так, о себе. Хотел я, когда оставить дом мой, и идти к святому граду Иерусалиму, чтобы там, в каком-либо монастыре, восприятиническое житие. Христолюбивая мать моя заповедовала мне, чтобы без совета и повеления блаженного Иоанна не начинал я никаких дел для спасения души моей, чтобы не поддаться себе как-нибудь, сказала она, ереси Оригена и не пасть в начале подвига твоего. Достигнув Иерусалима, я пришел в лавру святого Саввы, поклонился достоблаженному Иоанну, открыл ему мысль мою и просил у него полезного совета. Он сказал мне, если хочешь спастись, иди в монастырь великого Ефимия. Отошел я от него и, как юный и неразумный, не послушал повеления его, но, достигнув Иордана, пошел в монастырь, называемый Арундентинский, Тросный. Путь мой не был благоприятным, я впал в тяжкую болезнь, обладели мной скорбь и тоска о том, что я странник и немощен телом. Тогда явился мне во сне преподобный Иоанн и сказал, так как ты ослушался меня, то и наказан этой болезнью. Теперь встань и иди, Верихон. Там, в странно приимном доме Авва Ефимия, найдешь некого старого инока. Следуй за ним в монастырь Ефимия и спасешься. Точет, пробудившись, я почувствовал себя вполне здоровым и пошел по повелению святого отца Верихон. Там нашел, как он и сказал мне, инока старого, добродетельного и благоразумного, который привел меня в монастырь Ефимии Великого, где я поселился. Часто приходил я и в лавру святого Саввы, к преподобному Иоанну и получал от него великую пользу душе моей. Раз я был смущен и обременен помыслами сатанинскими, но когда исповедал их преподобному, то молитвами его святыми немедленно получил облегчение и мир возвратился в сердце мое. Так поведал о себе инок Кирилл. Этого-то Кирилла преподобный Иоанн посылал лавру сухийскую книгами к преподобному Кириаку отшельнику. Однажды Кирилл сидел у оконца Керии преподобного Иоанна и вот пришел некий человек именем Георгий, ведя сына своего мучимого бесом, поверк его перед оконцем и сам отошел. Святой Иоанн познал, что лежащий и плачущий отрок одержим духом нечистым. Движимый милосердием он сотворил молитву и помазал его святым Илеем. И тотчас дух нечистый оставил отрока и он с того часа стал здоровым. Ава Исафи, подвязавшаяся после Сергия в пещере преподобного Савы, муж духовный и благочестивый, поведал о себе «Некогда нашел на меня дух хулы и весьма смущал меня помыслами хульными на Бога и Божественное и был я в великой скорби. Пришел я к блаженному Иоанну молчанику, рассказал ему беду мою и прибег к помощи святых его молитв. Иоанн помолился обо мне Богу и потом сказал мне «Благословен Бог, чадо мое, помысл хульный уже не приблизится более к тебе». Слова старца исполнились, ибо с того времени я не испытывал в себе помысла хульного. Некая женщина родом из Каппадокии по имени Василина Деканица Святой Константинопольской Церкви пришла в Иерусалим с племянником своим человеком знатным. Это был муж поистине добродетельный, хотя держался неправомыслие севера и потому не находился в общении со Святой Каполической Церковью. Обязанности Деканис заключались наставлять обращающихся жен и девиц, как они должны держать себя во время крещения, прислуживать епископу при их крещении, вместо него совершать помазание других частей тела, кроме чела и т.д. Наблюдать за порядком, благочинием среди женщин во время богослужения, посещать больных, бестующих, заключенных, темнист, север. это патриарх антиохийский с 512-518 год, один из умеренных представителей монофизической ереси, признававший во Христе только одну природу божественную, которая будто бы совершенно поглотила в нем человеческое естество. Но север, настаивая на единой природе Христа, допускал, однако, в ней различия свойств божеских и человеческих и не признавал, что плоть Христова до воскресения была подобна нашей тленной. Благочестивая деканица прилагала много стараний, чтобы обратить его к благоверию и присоединить к Святой Церкви и усердно просила каждого из святых отцов помолиться о нем Богу. Услышав о святом Иоанне, она пожелала ему поклониться. Когда же узнала, что женщины не входят в лавру, призвала Феодору ученика Иоанна и просила его, чтобы он пришедшего с нею человека отвел к святому старту. Она веровала, что Бог молитвами Иоанна смягчит жестокосердие неправомыслящего и сотворит его достойным общением с Кафолической Церковью. Феодор взял поврежденного ересью мужа, пришел с ним к царству, поклонился по обычаю и сказал «Благослови нас, отче!» Тогда старец сказал ученику «Тебя благословлю!» Но пришедшему с тобой нет благословения. «Нет, отче!» возродил ученик «Обоих нас благослови!» Старец отвечал «Нет, не благословлю другого, пока не отречется он от злого юридического умудрования и не обещается присоединиться к Кафолической Церкви». Неправомыслящий подивился благодатному прозрению старца. Чудо это произвело в нем перемену и он действительно обещался присоединиться к правоверным. Когда старец благословил его боговстахновенными своими наставлениями, разрешил все сердечные сомнения его, приобщил его при чистых тайн и отпустил его с миром, обратив к правоверию. Узнав об этом благочестивая деканистца Василина, прониклась еще сильнейшим желанием видеть своими очами святого старца. Она задумала надеть мужеские одежды, прийти к нему в лавру и исповедовать свои помышления. Извещенный ангелом о намерении Василины, старец послал к ней сказать «Знай, что если и так придешь ко мне, как задумала, все же не увидишь меня, поэтому не трудись, но оставайся на месте, где теперь находишься. Я же явлюсь тебе в сновидении, выслышаю, что ты хочешь сказать мне, и сам скажу, что Бог укажет мне возвестить к тебе». Ужаснулась деканиса такой прозорливости преподобного Иоанна, что он издалека провидит помышления человеческие и осталась ожидая явления его. В одной из ночей явился ей в сновидении преподобный и сказал «Вот Бог посылает меня к тебе, скажи же мне, чего ты хочешь». Она исповедовала ему помышления свои и приняла от него подобающее врачевание душевное. Преподав ей наставление преподобный стал невидим, а Василина пробудившись воздала благодарение Богу. Место где стояла келья преподобного была комминистая и сухая. Жесткость почвы совершенно лишенной влаги не позволяла там расти ни дереву ни траве. Однажды преподобный взял семя смоковное и сказал ученикам своим Федору и Анну «Слушайте меня, чадо, если по благодати Божие семя это даст расти на всем твердом камне, пустит ветвь и принесет плод, то знайте, что Бог дарует мне место упокоения в Царстве Небесном». Сказав это, он посадил семя на камне близ келья своей. Бог же по изволению коего просвел сухой жезл воронов, дал влагу твердому камню и семени смоковному произрастения, дабы показать, какую имеет у него благодать верный раб его. Из земли выросла смоковница и понемногу поднимаясь, достигла даже до кровли кельи, потом и всю келью покрыла ветвями своими и со временем принесла плод три смоквы. Сняв их, старец со связами благодарил Бога, облобызал и вкусил их с учениками. По вкушению смок в тех начал он приготовляться к кончине, уже будучи в глубокой старости. Преподобный Ян Молчаник скончался жизни своей 104 он скончался. А Господи спасители нашим ему же слава вовеки аминь. Богу нашему слава вовеки веков аминь. Просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала.